Дайте авокадо укусить. Да, только хотел сказать. Я его ем, так... Режим душниила включают. Так. Однажды я похудел на 40 килограмм за два месяца. Да пошел ты. Ого! Ого! Она тебя растащила просто, Данил. Ням-ням. Всем привет! Вы слушаете подкаст «С 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги. Зевающая Диана. Приветики. И не зевающий Данил. Всем привет. Чуть не зевнул. Это, знаете, заразно же зевать. Заразно. Один зевнул, второй пошел. И вот эта цепная... Спасибо, Диана. Спасибо большое. На здоровье обращайтесь. Короче, что мы сегодня собрались, собственно, в субботу, в выходной день? На бранч, получается. В шаббат. Или как это называется? В шаббат. Да. Шабатимся, ребята. Шабатимся, да. Шабатник у нас, а не в субботе. Да, все, ладно. Короче, обсуждать сегодня будем еду, наша любимая, полезную еду, неполезную еду, вкусную еду, дорогую еду, дешевую еду, разную абсолютно еду. Собственно, зачем? Затем, чтобы попробовать найти баланс. Если он между тем, что нам нравится кушаться, и между тем, что нам стоило бы есть в нашем преклонном возрасте. Мне кажется, это будет сделать очень и очень сложно, потому что лет с 18 у меня вся еда делится на полезную и вкусную. Вот, то есть две грани. Это либо что-то полезное, либо что-то вкусное. То есть ты вот такой типичный представитель аудитории людей, которые делят все на черное и белое, и вот, собственно, страдают на, ну... Да, я доживу, чтобы страдать. Продолжение либо от дистрофии, да. Я хочу начать с того, что слово «кушать» — ок. Если кто считает обратное, ну, пересчитайте, потому что слово «кушать» очень комфортное. Оно может быть и неправильно, ну, его нужно правильно употреблять с точки зрения правил русского языка. Но вот слово «есть» — типа «хочешь есть». Нет, я хочу кушать. Хочу кушать. Вот «кушать» нам дает... Слово «кушать» нам дает возможность сказать «кушать». А слово «есть» что нам дает сказать? Ничего. Я не получила. Есть, оно такое какое-то очень консервативное какое-то вот такое. Да, какое-то совковое такое немножко. Какое-то невкусное. Да, а вот «кушать» — «кушать». Ты вот... «кушать». Как можно кушать?» Чипсики. Вот я тебе скажу, ты вот мне скажешь, хочешь есть? Я такая, нет. Скажешь, хочешь кушать? Я такая, да, кушать, да. Ням-ням. Ладно, я вообще задумалась о том, что в нашей жизни очень много всех вот этих, вот знаете, правильно, как правильно снимать рилсы в Нельзя Граун, как правильно пить воду, как правильно очищать помещение, чтобы дышать, как правильно укладывать волосы, как правильно брить ноги, как правильно есть. Чем дышать? Ну, воздухом. Вот, одним тобой, одним тобой. И я, у меня в какой-то момент, ну, раньше я была каким-нибудь человеком, который, так, интересно, как правильно? Надо сделать правильно. А сейчас я такой вот, знаете, уже взрослый, мудрый, зрелый человек, который думает, блин, да кому вообще какое дело, как я ем? Ну, типа, откуда взялось вот это правильное питание? Слушай, ну, это же типичная история, когда твой завтрак – это правильное питание, а твой ужин – это, ну, жизнь одна. Ну, да, живем последний раз. Живем один раз. Да, но в моей жизни, например, завтрак – это как повезет. Мой завтрак, он зависит от статуса моих отношений. Вот, например, если я сейчас нахожусь в свободном поиске, то завтрака как бы нет. А если я в отношениях, то завтрак, в принципе, ну, он вполне вероятно, что как бы попадет ко мне. Какая-то нежизненная лотерея у тебя. Выигрыш есть, можно поесть. Ну, типа того, да. Можно покушать. Я просто к чему? К тому, что вот, допустим, первый вопрос, который обычно задают нутрициологу, это типа, что же такое правильное питание? Вот есть такое ощущение, как будто все люди вокруг придерживаются правильного питания или хотя бы к этому стремятся, но при этом нихера не понимают, что это такое. И я, ну, сейчас не с позиции нутрициологии, я, конечно же, особо ничего не гуглила, чтобы там какую-то экспертизу дать. Вот просто мое вот человеческое, мое внутреннее ощущение, что правильно, это как бы вот, как вот, ну, как норм тебе, так и правильно. Наш организм сам знает, что ему нужно. Ну, нет, я не соглашусь. Мне кажется, что наш организм сам знает, что ему нужно, когда у нас все ок, с гормонами и со всякими такими приблудами. Потому что, если там что-то не ок, то организм может хотеть какую-нибудь, не знаю, дичь просто. Слушай, подожди, а я вот, пожалуй, соглашусь с Занилом. Во-первых, я хотела сказать, что раз наш организм такой умный и сам знает, что ему надо, то что он это сам не добывает. Это раз. А теперь более адекватный пассаж. Я добавлю, кто ему неадекватному, почему он еще и не зарабатывает на это сам. Да, вообще. И не ходит за этим сам магазин. Теперь более адекватный пассаж. Даже если что-то ненормально в организме, как раз-таки, да, с точки зрения гормонов там или каких-то микроэлементов, не замечали, да, что вот бывает вам в какой-то период времени очень сильно хочется булочек, вот именно мучного, вот этих вот простых углеводов. Или, допустим, очень хочется зелени много, вот травы, помидоров, огурцов, хрустеть, вот чтобы клетчатка просто со всех щелей перла. Я больше говорила не про то, что именно тебе хочется похавать, а про то, в каких количествах и когда. То есть, если там у человека, например, как у меня, инсулинорезистентность, то я пью колесики, которые как бы делают ок все с моим организмом, и тогда, да, тогда я как вы, типа я такая вот зелень, типа и хаваю зелень. Но если я не буду хавать эти таблетки, то я могу хотеть совершенно иного в рандомном количестве и в рандомное время. Вот, если я про что. Ну ладно, хорошо, тогда золотая середина, что наш организм как бы в принципе знает, но иногда у него есть какие-то вот очень сильные дефолтные нарушения, из-за которых, баги, да, баги. Вкусовые баги, пищевые баги, да. Он начинает как бы чуть-чуть вот неправильно, непредсказуемо себя вести. А вот вопрос, а вы вот пробовали после того, как вы съели что-то вредное, или может быть несколько дней ели что-то вредное, ну может быть фастфуд какой-нибудь, потом весь день есть салат, типа сделать себе, знаете... Дитакс? Ну нет, да. Разгрузка? Да похер на это. Просто взять такое корыто, вот самую большую посуду, которую у вас есть, накупить зелень и салата, руколы вот этой вот всей бедрушечки. Нет, сельдерея туда мимо, а сельдерея отдельно нужно хавать. Вот. А огурчики? И туда, ну, максимум там чуть-чуть соли и оливкового масла. Больше туда ничего не нужно класть. И вот кушатьте, кушатьте это, и как будто бы вы на лугах в Ирландии где-то. Это еда моей еды, положи на место, пожалуйста. Ну да, вот я с Данилом соглашусь. Да блин, ну вы чего? Ну иногда просто вы не чувствуете приток, такое очищение, как будто бы вот природа восстанавливается одновременно с тем, как вы хаваете этот салат. Мне иногда хватает того, что я подбираю упавший на салфетку помидор из бургера. Я его ем и чувствую, как становлюсь здоровее. Да, я вот этот типичный человек, который мое тело, мой храм после одного дня детокса, причем совершенно случайного, который никак не относится к моей диете. Просто вот мы с моим парнем часто готовим еду какую-то вот вкусненькую, и у меня бывает кризис кулинарный, я признаюсь честно, мне бывает не хочется ничего готовить, я начинаю ненавидеть какие-то продукты. Но иногда нам удается приготовить прямо вот шикарный ужин с точки зрения вот этих всяких БЖУ, вот этих всяких букв, типа там у нас хороший кусок мяса, там стейк, например, рядом салат, потом там на гарнир что-то из сложных углеводов. Короче, мы такие садимся в 10 часов вечера, вот, и как бы вкусно поели, мы такие, блин, мы молодцы, вот мы прям, вот прям вот с большой точки, с большой буквы М, мы вот молодцы. И я такая, типа, все, как бы, или, допустим, ты пьешь смузи после спортзала, ты такая, все, мое тело, оно полностью очистилось, оно как бы готово к хорошей, правильной жизни. Но это все чушь собачья, потому что после одного дня детокса, после одного дня спортзала ничего в организме кардинально не меняется, только появляется ощущение. Но я замечаю за собой, что у меня часто бывают дни, когда я хочу определенных продуктов. То есть, допустим, очень сильно хочется сладкого, прям вот сильно-сильно хочется. Я вот его прям ем, ну вот сколько могу, столько и ем, пока не перехочется. Или бывает, мучного у вас сильно хочется. Или, допустим, хочется мяса красного именно. И в этот момент я понимаю, ага, кажется, у меня низкое железо. Вот. А у вас нет такого, что вы иногда очень сильно беситесь, то есть, прям на все беситесь до тех пор, пока вы не схаваете красное мясо? Да. Делательно не дожаренное, а чуть-чуть сырое. С кровью, да? Да, с кровью. Вот. И меня прям, я прям чувствую в определенный момент, что мне нужно, потому что я сейчас вот готова все разнести просто. Режим душниила включают. Так. Мясо не с кровью в мясе, которое мы покупали на прилавках. Нет крови, это сок. Да, да, сок. Потому что кровь всю просто сливают с тушки убитого животного. Это раз. Во-вторых... Не, ну понятно, что ты не режешь, и там просто хлыщет, как артериальное кровотечение. Нет, ну знаешь, вот для тех, кто не разбирается в степенях прожарки, оно... Для меня, то есть. Да, на 10 этапов. На 10, я думаю, на 3. По шкале, это 1 до 10. Где 10, это просто кусок угля, а 1, это тебе выводят живую корову, и ты кусаешь ее за жопу. Корова в студию. Во-первых, да, это полезная информация, но мне приятно думать, что я ем мясо именно с кровью. Понимаешь? То есть я настолько агрессивна в этот момент, и я настолько кровожадна, что мне нужно прям физически необходимо знать, что это мясо сочится кровью. Желательно кровью моих врагов, а не кровью той несчастной коровы. А не соком каким-то там. Да, да, в натуре. Сок чуть-чуть. У вас бывает такое-то, что вы понимаете, что ваш организм хочет вас убить? Каждый день, каждое утро. Нет, это... А в плане еды? У меня просто такая ситуация, то, что у меня непереносимость авокадо. Вот это вот масло, которое там содержится в авокадо. Авокадное масло. В какой момент ты пришел к тому, что у тебя непереносимость авокадо? Ну, то есть я могу понять, знаешь, что у меня, например, непереносимость алкоголя. Но не авокадо же. Вот, это вот история. Когда я на вечеринке, ну, там, соответственно, выпиваю, и параллельно была закуска в виде вот этих вот мексиканских... Тако. Тако, да. С большим количеством гуакамоле. Гуакамоле. Окей, окей, окей. Я съел многое и выпил многое. На утро мне было плохо. Я подумал, это из алкоголя. Через пару недель ситуация повторяется, только я уже пью сильно-сильно-сильно меньше. Ну, там, буквально бокал красного вина, чтобы чуть-чуть поднять давление. И безразмерно многое ем опять гуакамоле, потому что это безумно вкусно. Я, оказывается, обожаю авокадо, как я раньше его не ел. И на следующее утро мне опять плохо. На третий раз это уже был контролируемый эксперимент. Я специально взял несколько авокадо, приготовил дома гуакамоле и плюс еще сырым поел его. На следующий день мне было опять очень-очень плохо. Ну, вот такое чувство, будто бы у тебя перманентное похмелье, которое держится почти сутки. И оно ничем не лечится. Я не знаю, почему. Ну, просто такая вот реакция организма на именно авокадо. И бывают моменты в жизни, когда я знаю то, что я могу, по сути, умереть, если съем слишком много авокадо. Но так хочется, потому что он такой вкусный. Не знаю, мне кажется, авокадо – это овощ без вкуса, со вкусом ничего. Ну, а что это? Ягода. Ну, я же, типа, того где-то в этих числах. Ну, нет. Во-первых, у авокадо есть свой прикол. Ну, типа, да. Особенно. Ну, просто, понимаешь, нужно же понимать, что авокадо просто само-сам. Ну, как вам прикольно, короче. А сам по себе этот продукт, он не супер-вау. Но если его добавить куда-то в нужных количествах, это становится вкусно. Вот просто авокадо, да, типа хавает ложкой. Может быть, и не прикольно. Это как огурец. Нет, огурец у него есть вкус. Нет, огурец это другой, подождите. Но если у тебя будет такая тоненькая брускетта, на которой сливочный сыр, низкой жирности обязательно, а красная рыбка… Конечно, можно все надеять. Красная рыбка. Ну, просто слишком жирный, он невкусный. А красная рыбка, рукола какой-нибудь там и авокадо – это прям хорошо. Ну, я просто не люблю авокадо ни в каком виде, поэтому для меня… Для меня это просто вот я ем что-то мягкое, холодное, без вкуса. Ну, то есть ты в безопасности. Ощущаю, да. Вот я просто ем что-то, и поэтому я всегда его выковыриваю, если он где-то есть. Или я его ем. И так, знаешь, когда вот этот… Наступает этот день, когда так, сегодня мы на детоксе, сегодня мы едим только пищу для энергии, для ума, для тела. А там же, типа, много жиров, он весь такой полезный. Я его ем так… Типа, быстро-быстро-быстро, чтобы просто вот он туда куда-нибудь упал, там отложился в нужные места, а потом, как бы, ну, его вкус не задержался, вернее, отсутствие вкуса его не испортило мне все остальное. Потому что избыток вкуса убивает вкус. Ну да. Поэтому авокадо норм. Я понимаю, Данила. Но я умру от него, мне кажется. Слушай, а ты не пробовал есть авокадо, ну, в маленьких количествах? Так невкусно. Типа, одно авокадо просто съесть в день. Ты амбасудор песни «Dump ways to die», типа. Да-да-да. Схабать авокадо. «Dump ways to die». Да-да-да, это я. Да, просто можно взять один авокадо, скушать и все. Нет, однажды вы будете выламывать дверь мою в квартиру, залетите туда, найдете кожуру от авокадо. Нет, ты в ванной, наверное, да, лежишь в этот момент. Подскользнёмся на круглых косточках, которые ты рассыпешь. Да, и как в том и джерри в окно вылетим. Я буду лежать на кровати у меня, всё лицо будет в пасти от авокадо, вы будете залетать, делаете непрямой массаж сердца, у вас ничего не получается, вы такие, блин, он съел слишком много авокадо. Я сижу доедаю авокадо, который остался, Даша такая просто на детоксе, у неё сегодня день такой, такая давится, сидит рядом. И тоже ложечку, да. Ну, в общем, да, так вот, и было съедено много авокадо в квартире Данила. У меня было такое, что еда пытается меня убить, точнее, мои предпочтения вкусовые пытаются меня убить. Мне в целом, на самом деле, нравится всё, что деструктивно на мне как-то сказывается. Я не знаю, почему. По действительно, почему? Нет, ну типа острый перец, нет, я имею в виду вот прям во всех сферах жизни, мне нравится то, что деструктивно. Да, да, типа того. Ты дикадентка прям. Получается, да. Так вот. Дикадентская диета. Красное мясо с кровью врагов. Да. Диана, дивергент. Дальминарий, может быть, ещё вспомню. Не-не-не-не-не-не. Так вот. И, короче, я с детства, у меня диетест был в детстве, и я хавала то, что мне нельзя было. То есть я как-то забралась на кухню, бабушка готовила борщ, и у неё были, это было лето, и там были два огромных болгарских перца. Просто, да, это было очень вкусно. Я в итоге их взяла, залезла под стол куда-то, чтобы меня никто не видел. Вот, потом мама приходит, у меня все щеки красные, и в двух руках перцы болгарские. Я их хаваю, и мне абсолютно было всё равно, на самом деле. То же самое происходит с мандаринами периодически, потому что мне нельзя много мандарин, но я их ем. Ну, мандарин нельзя съесть мало, согласитесь. Ну, это как семечки, типа, да. Да, есть такая вот еда, которую нельзя съесть чуть-чуть. Для тебя это авокадо, для нас, Дианы, мандарины. Но моя самая любимая еда, и я благодарна всем, что у меня нет на неё ни аллергии, ничего такого, это, конечно, варёная кукуруза солёная. Просто песня. Ну, это всё, сейчас мы говорим о полезной еде. Знаешь, мы такие, типа, люди, которые... Ну, вот повезло уже, да, родиться с любовью к авокадо, к болгарскому перцу, к кукурузе. Я очень люблю брокколи. О, я тоже люблю брокколи. И цветную капусту. И цветную капусту. Причём, знаете, их не варить, а вот чуть-чуть так обдать кипятком на пару минут, чтобы они чуть хрустели ещё. Слегка поджарить можно. Можно ещё в яички пожарить. Ну, нет, это... Я фасоль ещё стрючковую люблю. Фасоль, да, прикольно. Зелёный горошек. Я вообще, на самом деле, люблю полезную еду. Гороховые побеги вкусные. Да. Да. О, знаете что? Я недавно попробовала баймью маринованную. Это что такое? Это, короче, какая-то африканская... Государство в Средней Азии. Да, практически. Это какая-то вроде как африканская штука, но я купила это в маринованном виде, и это сделано было в Армении. Короче, это выглядит как маленький перчик такой, но при этом он... Ну, то есть, у него поверхность не как у перца глянцевая, типа, а с такими маленькими шерстинками, которые не чувствуются, а внутри всё в семечках. И он одновременно хрустящий и одновременно мягкий. И это офигенно просто классно, вкусно было. Но хоть и вредно. Кстати, по поводу очень странно называющейся еды. Я вот часто люблю зайти в табрисы, и там всякие маленькие декоративные кукурузки. Я сделала маленький дисклеймер. Табрис — это ваша звука вкуса, если вы находитесь не в Краснодарском крае. Да, короче, там всякая вот эта фешенебельная еда за большие очень гроши. Вот, и там всякие, типа, каперсы, не каперсы. Да, да, да. Такая повидла из... Кубники, типа. Нет, повидла из кубники. Это, типа, просто бабушкино варенье, за миллион рублей. А вот повидла из, не знаю, семян подсолнечника, листьев шафрана, красного вина и, я не знаю, поджелудочной рыбы какой-нибудь дорогой, там, осетрины. Это вот, ну, вот, чтобы вы понимали. Ты стоишь и думаешь, блин, что тебя разрывает от выбора. Типа, мне выбрать то, что в красивой банке или то, что красиво называется, или то, что... Это вообще есть или это вообще дарить? Это вот, ну как? То есть, вот такая еще бывает еда. Ты такой стоишь и думаешь, как, как быть? В какой момент жизни пакет продуктов из табриса стал подарочным? Да. В какой-то момент стал, действительно. Я помню, раньше я приходила туда и покупала за 600 рублей огромный кусок красной рыбы и жарила ее кусочками с картошкой фри. Вот у меня была такая диета в юности. Картошка фри, жареная, жареная красная рыба. Но сейчас такой кусок, знаете, сколько стоит? 2000 рублей. Офигеть. Поэтому мне приходится курицу хавать. С картошкой фри. С картошкой фри. И курица даже не из табриса. Кстати, по поводу картошки фри. Да, мы сейчас такое впечатление, мне кажется, создали, как будто бы мы едим только полезную еду. Ну, полезную в том плане, ну, блин, согласитесь, кукуруза, салат, брокколи и капуста. Это прямо как? Брокколи. Брокколи, да. Брокколи, как пикули. Капуста, это как она цветная, да? Это всё-таки не картошка фри. Картошка фри. Очень люблю картошку фри. И всем вот вам какой рецепт. Слушайте, пожалуйста. Вы берёте, заходите в любой, нет, не в любой, желательно Burger King, который нам за это не платил, возможно. Ну, возможно, KFC. Но не... Ну, вы поняли. Покупайте там картошку фри и клубничный милкшейк. Это просто восхитительно. Углеводная бомба, да? Да, но это очень вкусно. Вот именно в сочетании это вкусно. То есть вы кушаете картошку фри и запиваете клубничным милкшейком, только не таким, что он там уже жидкость просто одна, а вот когда ещё джиджа мороженое. Вот это вкусно. Из таких вот углеводных бомб я вспоминаю любимое лакомство детства своего. Это маленький чудо. Шоколадный? Ванильный, обязательно ванильный. И банан. Я вкуснее сочетание в жизни не ел. Я тогда набрал за лето, наверное, килограмма два. Ого! Ого! Она тебя растащила просто, Данил. Капец. Просто каждая наша менструация. Тебя, наверное, просто в школе не узнали потом. Нет, ну... У меня просто баланс в жизни был. Я ел углеводные бомбы. Давайте сделаем маленький дисклеймер. Каждая менструация — это не накопительный эффект. Да. Типа, да. Я имею в виду, что... Не то, что мы за год 24 килограмма набираем с 13 лет. Я думаю, что 2 килограмма набрать из-за того, что ты схавал банан, шоколад, булочку, печенье, кукурузу, горошек... И все это за один раз. Да, сельдерей, мед и все вот это — это как бы просто вот три дня критических дней. У меня баланс был в жизни, потому что утром я ел такие углеводные бомбы. А вечером качался, качался! И на весь день уходил на море. Так это нормально, в смысле, ты это все уже сжег там. Вот именно, да. И на солнце, и в воде, и при движении. Везде, да. Пока подписал. Как известно, бананы... Как известно, бананы именно так и сжигаются. Ну да, они же мочегонные. Кстати, по поводу сжигания, качания и всего такого, диеты. Вот само слово «диета», оно какое-то вот... Ну согласитесь, немножко как-то вот кончено звучит. Как будто бы ты сразу такое, типа, вот тебя приводят в какую-то комнату. Нет, ты знаешь что? Вот диета, это же на русском только так. А вот на английском это же «diet». «Diet». От слова «die». «Dumb wasted diet». «Dumb wasted diet». Я вот помню, что в моем детстве мама вот нон-стопом просто по КД сидела на диетах. Она хотела ставить вот эти клипсы в ухо, которые якобы... «What does it mean по КД?» можно? Ну типа, постоянно. «Cold down». Типа, пока хпшка не восстановится. О, господи. А, ну у нас так... Игровой слэнг. У нас мы так теперь общаемся? Игровой слэнг, да. Хорошо, да. Вот. Она ставила клипсы в ухо, которые якобы там как-то регулировали количество появляющегося желания поесть. Это он просто был... Просто тоннели. Динамик, который говорил, хватит жрать, хватит жрать. Ну типа такого. То есть, ну, как нам это... Она мне объясняла, что он каким-то образом блокирует желание постоянно хавать. И из-за того, что он это блокирует, ты, ну, съедаешь меньше, чем мог бы. И, соответственно, худеешь. Потому что в нашей юности, в моем детстве даже, вернее, в маминой, скажем так, молодости, правило похудения было одно. Просто меньше хаваешь. То есть не было такого, что там нужно согласовать... Или не хаваешь совсем. Да, типа согласовать какие-то там углеводы, жиры, белки, там, КБЖУ. Вот это вся дичь. То есть этого не было. То есть просто меньше жрешь. И были вот эти вот классические разгрузочные дни, когда мама весь день сидела на кефире. Или там она могла съесть одно яблоко. Кстати, кефир — это мерзко. Да. И для меня это было жутко. Самое забавное, что в нашей семье день... Вот разгрузочный день матери выпадал на день доедания. Разгрузочный день матери? Ну, то есть... То есть вы дарили маме просто букеты из сельдерея в этот день? Нет, мама такая, ну все, я сейчас на кефирчике денечек посижу. Он там полный холодильник еды, завтра чтоб все доели, потому что я буду готовить заново. Да. Вот. И еще уже не было вот такого большого количества разных прикольных продуктов. Например, моя мама, возможно, до сих пор не знает, что такое авокадо. И сельдерей тоже не продавался на рынке, как петрушка, да. То есть у нас был весьма ограниченный набор продуктов, на которых можно было худеть. Яблоки вот кушали, кефир постоянно. Еще вот эти постоянные клизмы. Каждую неделю мама делала клизму. Для меня это было дико, потому что ты типа целую неделю живешь, кушаешь там какую-то небольшую еду. Один день ты пьешь кефир, пьешь яблоки, потом в конце недели ты делаешь клизму, и все по новой. И в итоге, ну, как бы моя мама, ну, не то чтобы прям вот сильно постоянно худела, то есть она как-то вот держалась в какой-то форме. Все диеты, это же жесть полная. У меня такое было лет 16, когда я просто... Знаете, тогда были модными вот эти все паблики, ВК. 40 килограмм. Мы осуждаем это серьезно, это ужасно. Идите к психотерапевту, если вы узнаете в том, что я скажу дальше себя. Вот эти вот типа типичная анорексичка, 40 килограмм и прочая херня. И когда мне было 16, я просто сидела на голоде 40 дней. Да, типа, ну, сначала это была просто вода, ну, то есть ты пьешь воду, а потом ты прямо у тебя уже сухой голод. И весила я тогда, по-моему, при своем 173, ну, да, 42 килограмма. А по мне это вообще просто жесть. То есть это вот прям, знаете, прям пусть говорят. Вот это вот херня, короче, когда... Типа, мы искали тебя 8 лет. Да, 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 дети, которые пугают всех. Да, да, типа того. Вот, и это прямо было ужасно. И я вот как раз-таки оказалась под влиянием вот этих всяких штук. Ну, наверное, у меня просто были психичные порушения, очевидно. Вот, и все эти диеты, это ужасно стрёмно просто по той причине, что, во-первых, у тебя бесконечные срывы, потому что это же еще и эмоционально ужасно все. Ты срываешься, то есть ты, допустим, там неделю, ты за неделю скинул, там, не знаю, на зеленом чаечке каком-нибудь, ну, типа, 3-4 килограмма. Потом ты сорвался, ты нажрал 7 килограммов, потом ты еще раз худеешь. И вот это вот, это бесконечный какой-то круг. Поэтому мне кажется, что, ну, это же фу, это ужасно. Это ужасно. Ну, и весь прикол диеты в том, что, ну, допустим, сейчас можно там найти кучу разных статей, где диета подается как, ну, некий особый рацион, типа, там, полиодилета, кето-диета, там, какая-то еще в моем детстве, например, единственная диета, на которой сидела я, это была диета по гастриту, когда просто у тебя воспаляется пищевод, и тебе просто нельзя хавать продукты. Да, такое тоже было. Да, и ты сидишь, пьешь ромашку, я почему ненавижу ромашку до сих пор, ни в шампуне, ни в чае, нигде, потому что я, ну, очень много пила ромашки за свою жизнь, просто чтобы мой желудок как-то восстановился. Да, это была единственная диета, и она была не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы просто выжить. И как-то вот вокруг диеты такой флер, да, неприятный, что это всегда делается исключительно для похудения, но не для здоровья. Да, это делается для похудения, не для здоровья, но флер есть и приятный. Например, была кремлевская диета, где ты должен был считать баллы, вот, и набирать как можно меньше баллов. И в списке продуктов ноль баллов было за сало и за водку. Любимая диета моего деда. Ну да, а деды, как известно, ну, своим здоровьем. Семь лет на этой диете ежедневно. У моего деда была тоже потрясающая диета. Он ел только чеснок, хлеб и чай. Ага. Квартира до сих пор воняет чесноком. Серьезно? Да. Ну, тебе просто... Ну, он любил чесночок, как бы, да, там, ну, допустим, с борщичком, там, ну, с любой трапезой, в принципе. Потому что убивает микробы. Вампиры. Вампиры. Да, нечисть. Ну, и как бы, типа, полезно, да, для здоровья. Вот. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и чеснок просто стал неотъемлемым. Чесночная резистентность, он просто хавал его, опять же, по КД. По КД. Потому что, ну, просто вот головку чеснока можно было увидеть, как дед его поглощает за ужин, там, да, за один. Дед, там, чеснок заспаунился, дед, понял. Вот, так что... Дед такой, понял, у меня по КД чеснок все. Диеты были разные, но если... Съем его as soon as possible. Если так вспомнить, то самые здоровые, самые стройные, красивые люди в моем детстве, это были люди, которые плевали вообще на всякие диеты. Ой, это потому что вот этот вот обмен веществ, типа... Да, пресловутый. Это самая несправедливая херня в этой жизни, потому что есть люди, которые хавают просто корытами, и ничего с ними не происходит, и они ничем не занимаются. Ты просто вдохнул не в том месте Краснодара, и тебя как раз кукарекало прям там, типа... Это вообще неприкольная тема. И возвращаешься домой уже другим человеком. Однажды я похудел на 40 килограмм за два месяца. Да пошел ты. Ты сейчас серьезно? Да. Зачем? Ну, может, месяца за три. Челлендж такой был? Нет, я просто... На сале сидел? В какой-то момент... Потом встал, и все. И похудел. Это просто... Она просто отвалила от него. Нет, Данил просто к себе однажды случайно прикрепил кусок сала весом 40 килограмм. Он просто открепил и такой, вот я и похудел. Я раскабанел и распузырел до 120 килограмм, что даже при моем росте достаточно много. Но это из-за занятий спортом было. Из-за силовых тренировок меня начало вширь очень сильно увеличивать в размерах. И, соответственно, мне пришлось отказаться от силовых тренировок, перейти на кардио, и я вот похудел. Это, конечно, как это сказать, уважительная причина. Мне пришлось отказаться от силовых тренировок, потому что, знаете... Я стал толстым. От них один... Сплошной вред, сплошной вред. Но мне нравились силовые. То есть какой-то большой прилив адреналина был во время каждой тренировки, и после тренировки чувство эйфории достаточно долго держалось. От кардио такого нет. От кардио... И во время, и после тренировки ты думаешь, что сейчас я умру, вот-вот, вот-вот. Дайте авокадо укусить. Да, только хотела сказать. Да, кстати, тренировки – это тоже вообще отдельная тема. Они же как бы, по идее, с диетой должны как-то сочетаться, но тем не менее... Получается так, да. Диета – это всего лишь свод правил, который определяет, каким образом мы подходим к приготовлению и приему пищи. Однако, несмотря на то, что сегодня у нас есть множество гастрономических вариантов, само слово «диета» всё равно отдаёт неприятным послевкусиям, когда мы его произносим. Так происходит потому, что наша культура всё ещё ориентируется на то, как выглядит человек, а не на то, как он себя ощущает. Иногда стремление быть конвенционально красивыми приводит людей к тому, что они просто издеваются над своим организмом. Но правильное питание – это прежде всего баланс между тем, что нужно нашему телу, подходит нам по образу жизни и вызывает приятные эмоции от вкуса. Вместе с партнёром нашего подкаста «Гринфилд» мы задумались о том, можно ли найти баланс в потреблении пищи и раскрыть для себя приятные, интересные сочетания с дополнительными полезными свойствами. Новая линейка «Гринфилд Нэчерал Тизан» – это как раз и есть гармония экзотических вкусов и польза для организма в одном пакетике. Каждый чай в линейке – это многообразие натуральных трав, фруктов, цветов, специй, гармония самобытных композиций, и всё это сделано щедростью природы и талантом человека. Чайный напиток «Гринфилд Бакфит энд Кокобинс» сделан на основе кетопрогрессивного гречишного сырья, в нём чувствуются приятные нотки горького шоколада и лёгкое мятное послевкусие. Этот чай станет отличным дополнением к любому типу питания, которого вы придерживаетесь. В линейке «Гринфилд Нэчерал Тизан» шесть видов чая, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус и поможет вернуть лёгкость в любой ситуации. В каждом купаже есть уникальный компонент для рынка России и абсолютно новый для бренда «Гринфилд». В составе только натуральные ингредиенты, без ароматизаторов, а упаковка не содержит пластика. Узнать больше о новом чае от «Гринфилд» можно по ссылке в описании. Доверяя природе, доверяя себе. Ну так вот, собственно говоря о полезной и вкусной еде, мне кажется, что у нас сейчас получился очень нетипичный диалог. То есть мы не шли по типу, так, ну вот есть вкусно, есть полезно, а вообще-то полезное может быть вкусным, вообще-то вкусное может быть полезным. Типа кажется, как будто бы все это и так знают, и что диета – это не для того, чтобы там мучить себя или что-то, мне больше хочется поговорить о чем-то более контраинтуитивном, чем полезная и правильная еда. Я вот считаю, что полезно – это не сколько про то, как это приготовлено, или как это все там сочетается между собой, и что это капуста или там шоколадка, а больше про то, какие элементы в данный момент вашей жизни необходимы вашему организму. То есть, допустим, если у вас все нормально там с железом, с кальцием, там с чем-нибудь еще, то ничего не будет страшного, если вы будете позволять себе там пирожные или шоколадки, ну или что-то типа такого, или если вы там жрете один белок, но не едите клетчатку, ну понятно, понятно, очевидно, что вам необходимо добавить это в свой рацион, и не обязательно, как сказала Диана вначале, делать корыто из салата и просто зарываться в нем. Ну это только потому, что мне хотелось. Не, понятно, да. И еще, кстати, вот это вот хотелось – это очень классный момент. Часто мы либо очень сильно понукаем своим вот этим «хочу», либо вообще игнорируем. То есть вот я хочу фастфуд, и я жру фастфуд целую неделю. Но это как бы немножко нездоровая история. Но мне очень хочется шоколада, мне очень хочется рыбы, мне очень хочется травы, мне очень хочется там красного мяса. Это абсолютно нормальная история, и стоит прислушаться, мне кажется, к своему организму, и вот прям почувствовать вот это вот «хочу». Почему я этого хочу? И если ты понимаешь, что действительно хочешь, взять это и съесть. Потому что здоровое питание – это в том числе то питание, которое тебе нужно, нужно твоему телу прежде всего, которое мы чаще всего не слушаем. Вот. А еще есть такая фишка, да, вот типа рацион. Вот там завтрак, обед, ужин. А, ну здесь все просто. Вот вы скажите мне, сколько раз в день вы едите? Ну смотри, значит, завтрак я съедаю сам, обед – это я обязательно с другом поделюсь. А ужин в рагу отдаешь? В рагу, да, все верно. А если на ужин рагу, то получается такой каламбур. Рагу в рагу. А рагу отдай в рагу. А ты? Я, наверное, раза два в день. Один или два. Я вот замечаю, как бы я не старалась сделать постоянный рацион. Типа, знаешь, вот есть еще один совет, там, из-за заряда нутрициологии, что, типа, ешься часто, но понемножку. Нет. Не забудьте это. Вот у меня не получается так. В какой-то момент ты просто начинаешь есть всегда. Да. Нет, вот меня эта штука чуть не погубила, потому что у меня гастрит, и мне так и говорили, типа, тебе нужно есть по чуть-чуть, пять-шесть раз в день. А потом я пришла к своему эндокринологу, и мне сказали, что у меня инсулинорезистентность именно по этой причине развилась. Да, потому что у тебя каждый беремен пищи повышался сахар. Да, то есть стоит учитывать еще в построении своего рациона, ну, тот факт, что, возможно, у вас есть какие-то хронические заболевания. А еще вот эта вот подстройка рациона, она очень сильно зависит от образа жизни. Вот я, например, человек, который просыпается в 9 утра, к 10, иногда к 10-30 приезжает на работу, и возвращается с работы часов 8 в 9 вечера. То есть для меня поужинать поздно вечером – это нормально, ну, просто потому что это такая жизнь, не потому что я вот как бы, да, решила нажраться перед сном, а потому что я либо поем в 10 часов вечера, либо не поем вообще. Да, и я читала статью, в которой рассказывал нутрициолог о том, что поесть всегда лучше и здоровее, чем не поесть вообще, независимо от того, типа, что вы едите в этот момент и во сколько. Например, если единственная возможность для тебя сегодня покушать – это скушать гамбургер, надо это сделать. Лучше это сделать, вернее, для твоего тела, чем вообще отказаться от пищи на сегодня. Ну, сегодня мы не едим, ну, такой вот день, да, все, не заработали. Типа, кто не работает, тот не ест, да? Или наоборот, если ты понимаешь, что единственная возможность для тебя поесть – это поесть, ну, вечером, надо поесть, лучше поесть, и просто попозже лечь спать. Ну, или уж бог с ним, легче спать так, как есть. Ну, или не спать уже. Ну, или не спать. Что-то, кстати, тоже нездорово. Всегда лучше поспать, чем не поспать. Поэтому вот этот концепт, где мы... То есть как будто бы есть какой-то свод правил, регулирующих наше питание. На самом деле это неправда, его нет. И если вы послушаете разных нутрициологов, скорее всего, большинство из них скажет то же самое. Диета, она всего лишь про то, что мы едим, когда мы едим, как мы это готовим, почему нам конкретно это нужно. Но это не значит, что все должны придерживаться этих правил. Да, конечно. Конечно, это так и есть. Я с тобой согласен. Я поэтому пойду и съем гамбургер после подкаста. Вот опять же в моей жизни, например, завтраки, как я говорила, случаются редко. Потому что я утром просто физически не в состоянии готовить для себя. И дело не в том, что ну вот ты сейчас ешь завтрак, у тебя появятся силы. Нет, ни хера это так не работает. У меня мои биологические часы настроены так, что я чувствую себя плюс-минус энергичной часам к 12 дня. Но я могу себя чувствовать энергичной часов до 12 ночи при этом. Поэтому я не могу себе готовить и не могу даже есть. Потреблять пищу мне тяжело, потому что вот утром я никакая. Поэтому если мне приготовили завтрак, и у меня есть время его съесть, я его съем. Если нет, я пойду без завтрака. Ну вот, допустим, обед, это уже как вот карта ляжет, да, вот как кому удобно. Кто-то стабильно ходит на обед в течение рабочего дня, там, в какой-то кафе, бизнес-ланч. У нас это как? Если коллеги заказали похавать, мы похавали. Если не заказали, ну что ж, остается начаться на ужин. И с ужином то же самое. Ну как бы ужин я стараюсь не пропускать никогда. Вот, то есть его просто готовлю иногда не я, но как бы он есть всегда. И неважно, это 10 часов вечера или это 6, например. Ну вот, говорят еще, что можно... Ну говорят, ходят слухи, что, например, в таких вот случаях можно на выходных приготовить себе на неделю вперед, например. Но... Не, ну это дичь какая-то. Я категорически с этим не то, чтобы не согласна кому как по кайфу вообще. Кто как хочет, тот так и готовит кушать. У меня не получалось готовить больше, чем на 3 дня, потому что еда пропадает. Ну да. Она становится отвратительно невкусной уже на 4-й день. Ну можно просто готовить, типа, то, что норм хранится или хранить это нормально. Я просто к тому, что... Ну а что это? Да тут дело даже не в хранении. Я объясню, дело не в хранении. Просто для меня эта концепция несостоятельная по той причине, что, во-первых, я не могу приготовить себе кастрюлю чего-то и потом всю неделю ее есть. Да, это раз. Мне каждый раз хочется чего-то разного. Это два. И если у меня вот полный холодильник будет еды, но там будет не то, что мне хочется, я просто не буду это есть. Это три. А я делаю такие небольшие заготовки. Два-три гарнира себе готовлю. По чуть-чуть, не кастрюлю. Ну, скажем, там, три порции гречки, две порции риса, там, две порции макарона творю, по контейнерам сложил. Два-три вида мяса какого-нибудь. Это либо вареные сосиски, курица, какой-нибудь бестроганов, что-нибудь такое. Тоже по контейнерам разбил. И потом просто открываю и миксую. Там, сегодня рис у меня с бестроганом, завтра у меня греча с курицей. Обязательно соус какой-нибудь вкусный, домашний приготовлю. И на три дня этого более чем хватает. На готовку уходит 3-4 часа. Слушайте, ну, очень круто, что, вот, допустим, такой формат подходит под ваш образ жизни. Если вам, дорогие слушатели, тоже это подходит, это ок. Но вот мне, например, это не подходит вообще. Мне тоже. Я не могу выделить в течение выходного дня три часа на то, чтобы наготовить на, там, хотя бы три дня вперёд. Для меня это просто, ну, нет. Я не могу стратить столько времени на еду. Я бы хотела, чтобы была такая возможность, знаете, как в Икее раньше было. Раньше, потому что, ну, сами знаете. Ты просто такой, типа, выбираешь вот из всего, что хочешь. Ну, потому что я просто не очень люблю готовить, и я не очень люблю готовить для себя. Ну, то есть, приготовить для кого-то мне ок. Но вот сидите для себя готовить, мне не очень нравится. Я очень тщеславный повар в этом смысле. Вот. И поэтому у меня ничего не получается. Каждый раз, когда мама ко мне приезжает, она просто видит, что у меня пустой холодильник, а для неё пустой холодильник, это если там какие-нибудь энергетики, типа овощи какие-то, которые уже просто часть корабля, часть команды в холодильнике там вросли туда. У меня тоже есть такая пачка. Вот. И, ну, как бы ничего. Единственное, в чём я нашла для себя выход, это всякие мороженые разные смеси овощные. Вот эта штука, которая, ну, по крайней мере, мне никогда не надоедает, потому что я в целом люблю овощи очень. И их можно мешать и всякие там приблуды делать. Но, тем не менее, я не знаю, что делать с тем, что вот, например, я захотела поелать, не захотела. Слушайте, я думаю, что из всего этого можно сделать следующий вывод, что давайте забудем, что есть какая-то, не знаю, какой-то свод правил, вот как надо. Потому что как надо, это прежде всего как надо вашему телу. Если вы понимаете, что кушать три раза в день у вас не получается, кушайте хотя бы один раз в день. Главное, чтобы вот в этом приёме пищи, ну, еда была по-разнообразнее. То есть не просто каждый день хаваете кусок курицы с гречкой, ну, а что-то ещё там, салаты, пюре. Ну, короче, разнообразие важнее, количество и какой-то вот мнимой погоней за пользой. Если вам хочется вкусненького шоколадку, ну, естественно, что там у той шоколадки, господи, да вы пока по лестнице пройдёте, уже сожрёте эту шоколадку. Сожрёте эту шоколадку. Сожрёте, да, как я. И, ну, прежде всего, то есть я считаю, что сбалансированная еда, да, вот этот баланс между вкусно, правильно, здорово, он заключается прежде всего в том, что вы едите тогда, когда вам хочется кушать. Вы едите то, что подходит вам по образу жизни, да, то есть если вы не можете готовить наперёд или готовить или есть утром, днём и вечером, значит, ешьте так, как вам подходит. Просто делайте это регулярно. Ну, и самое главное, что вы едите то, в чём нуждается ваш организм. То есть если ему хочется определённых микроэлементов, если они ему нужны, можно вообще анализы сдать и понять, чего не хватает. И построить свою диету с учётом вот этого фактора, а не того, что... Свою рацион. Да. Ну, и как бы так вот последний уже пункт, он больше не про еду, да, а общее такое вот некое когнитивное понимание еды. Это про то, что надо как-то постараться забыть, что диета – это про какое-то очень сексуализированное, накачанное, суперхудое тело. Диета – это про то, что ваше тело будет выглядеть здоровым. Вот. А как оно будет выглядеть, это уже вот ваша история. Оно будет здорово, ваше тело. Да. Но как оно будет выглядеть, это уже не... Вот питание зависит. Да, ну типа если, допустим, вы понимаете, что вы хорошо чувствуете себя... Не только от питания, да. ...в таком, ну, упитанном теле, ну, хорошо, это нормально. Мы уже живём в таком мире, в котором пора давно забыть концепцию, что чем худее, тем сексуальнее. Это вообще бред – подстраивать свою еду под то, что ожидает от нас этот мир. Поэтому я думаю, так, в этом баланс. Мне хотелось бы закончить это всё фразой о Жаке Фреско. Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким побрёт. Да. Но это уже другая история. Да. Ну что, я предлагаю тогда двигаться дальше и узнать, что сегодня покушать принёс нам Данил. Поём мы вам во всё горло, возвещая возвращение нашего любимого подкаста «Фешенебельный английский» от студии Red Barn. В первом сезоне ведущие поговорили о музыке, еде, семейных узах, акценте и сленге. Во втором будут не менее увлекательные и полезные темы, приправленные острымными шутейками. «Фешенебельный английский» – это подкаст о том, как говорить на английском в самых разных ситуациях. Грамотно, со вкусом и так, чтобы вас точно поняли правильно. Слушайте на всех платформах. Да, Ань. Да. Ну что, сегодня чем будем заниматься? Сегодня будем узнавать, кто бы какую пользу из нас приносил человечеству, будучи овощем. Простой тест на шесть вопросов «Какой ты овощ?» Ну окей, давай. Итак, первый вопрос. Выберите цвет, который нравится вам больше других. Желтый, красный, розовый, зеленый или оранжевый? Красный. Зеленый. Я не знаю, здесь нет синего. Пускай будет желтый. Нет, зеленый, выберу зеленый. Второй вопрос. Многие считают вас человеком спокойным, веселым, сообразительным, творческим, тактичным. Точно не тактичным, но творческим. Мне кажется, меня веселым считают. Ну я буду сообразительной. Хорошо. Хоть когда-нибудь должен ошибиться. Сообразительный овощ. Каким вы были ребенком? Застенчивым, капризным, шкодливым, послушным или жизнерадостным? Послушным я была. Грустным. Я был застенчивым. Ну я пусть буду застенчивым. Когда вам грустно, вы стараетесь не показывать этого другим. Как это связано с овощами, мне интересно. Можете так расстроиться, что будете плохо себя чувствовать весь день, пытаетесь как-нибудь развлечь себя, слушаете печальную музыку и жалеете себя, со вздохом продолжаете заниматься повседневными делами. Я могу так расстроиться, что буду чувствовать себя плохо весь день и, возможно, даже неделю. Я однажды так расстроилась, что вот 24 года уже. Никак от себя прийти не можешь. Как-то да. Ну я обычно слушаю печальную музыку и жалею себя. Сейчас ты еще расстроишься от того, какой ты овощ. Да, ну пусть у меня будет, стараюсь не показывать этого другим. В трудной ситуации вы обратитесь за советом к специалистам, которые разбираются в вопросе лучше вас, найдете какой-нибудь нестандартный способ из нее выбраться, будете долго ворчать и искать виноватых, но потом быстро решите проблему. Обратитесь за помощью к друзьям, возьмете паузу, чтобы все хорошенько обдумать. Я буду ворчать, искать виноватых, всех, ну, сами понимаете, поносить, а потом что-нибудь придумаю и дорешу. Я найду какой-нибудь нестандартный способ, как и Диана. Идем дальше. Наша жизнь была бы невыносимой, если бы на свете совсем не осталось справедливости, свободы, дружбы, искусства, доброты. Искусство. Доброты. Свободы. Итак. Мне не нравится. А кто ты? Лук. А я вишенка. А я груша. Подождите, мы проводим... Что? Я правильно понимаю, что мы проходили тест на то, какой ты овощ? Да, ты овощ. Ты вишня, Данил груша, а я лук. Да. Ты овощ, Данил фрукт, а я ягодка. Я вишня. Как я понял, это персонаж из Чиполина. Да. Ух, слегка. Вишенка вырос в семье аристократов, а потому всегда вежлив и воспитан. Даже с теми, кто ему не по душе. Это вообще не про меня, но ладно. Когда в жизни юного графа наконец появляются настоящие друзья, он понимает, что готов нарушить любые правила ради их спасения. У тебя какой красивый, Вишенка, я, Вишенка, я, Вишенка. Ня-ня-ня-ня. Я знала, что ты расстроишься. Честному луковому семейству часто приходилось не сладко, но Чиполина нашел способ превратить в преимущество даже свои недостатки. Этот мальчик обладает достаточной храбростью и смекалкой, чтобы отыскать выход из любой ситуации. Он старается не унывать в случае неудачи и всегда готов прийти на помощь своим друзьям. Это же про тебя. А его дипломатические способности позволяют не только уговаривать кротов и пауков помогать честным фруктам и овощам, но и находить общий язык с такими опасными хищниками, как бурые медведи. Так это вообще про тебя, сто пудов. Ну и лук. Я хотела быть брокколи или кукурузой. Я хотел быть авокадо, но я груша. Профессор груша. Личность творческая и эмоциональная. Но и к жизни этот ворчливый скрипач приспособлен неплохо. Точно про тебя. Ты же ворчливый скрипач. Да, это все я. Слушайте, мне нравится. Хороший тест. Все по правде. Да, потому что ты вишенка. Вишенка с семьей аристократов. Но про меня на самом деле мало, что здесь этого. Да, я люблю своих друзей. Да, я хотела бы быть аристократкой. И да, я вишня. И я вишенка. Да, сладенькая маленькая бусинка. Мне понравилось. Уж если быть по жизни, то только вишня. А еще вишни всегда в паре идут. А я лук. А ты лук. Я заставлю вас плакать от себя. Ты просто многослойная. А-а-а. Мы будем плакать, если тебя будут резать. Я хочу быть фиолетовым луком. Я буду фиолетовым луком. Фиолетовый лук неплох. Да, от него еще глаза режет. Да. И если... То есть тебя на клейбой казине подъедешь. И если я и оказалась у вас в руках, то я оставлю на вас след. Угу. Да. Легко потерять, сложно забыть. Да. Сложно идти, легко потерять, невозможно забыть. Как и наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст из 12 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Вишенка, Лук и Груша. Всем пока. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова